Еще 30 километров дороги на Ринмар-Русинск готовы. Накануне глава региона Юрий Бездудный лично протестировал третий этап первого участка трассы, а также проехал по зимнику. Алина Ваучейская продолжит тему. Перед тем, как отправиться на третий этап первого участка дороги на Ринмар-Русинск, генподрядчик докладывает о ходе работ на объекте. Строительство идет с опережением сроков. Так, третий этап первого участка дороги введен раньше на два года. Осталось два участка. Один это участок 0, так называемый, и второй это участок, состоящий из двух этапов, протяженность которого составляет 23 километра. Общая протяженность достройки у нас 300 километров. После участники рабочие поездки рассаживаются по автомобилям и направляются на дорогу. Итак, мы проехали по 12-километровому третьему этапу первого участка дороги на Ринмар-Русинск. В принципе, дорожное полотно достаточно хорошего качества. Средняя скорость движения порядка 90 километров в час. А сейчас мы поворачиваем на зимник. В этом году его протяженность 30 километров. И мы также проверим его качество. Зимник пролит, отвешкован. Дорога пока неровная. Это связано с малым количеством снега в тундре. На содержание задействовано 6 бульдозеров, 8 водовозных машин, 2 фронтальных погрузчика и другая техника. Всего 19 единиц. Доливать прекращать не будем. Доливать будете, наверное, всю зиму будете доливать? Всю зиму будем эксплуатировать и доливать, да. Ну то есть сейчас там первые там еще две недели будем доливать вообще усиленно, пока не зальем. Самое главное, сегодня зимник готов, мы его открываем. И люди смогут проехать. То есть все, кто хотели выехать на большую землю, к своим близким, родным, встречать Новые годы, Рождество на большой земле, они смогут сесть на машину и выехать? Да. Губернатор Юрий Бездудный проехал по зимнику на отечественной Ниве, а после осмотрел пункты обогрева для водителей. Здесь есть где заночевать в случае непогоды или поломки. Оценил глава региона и введенный участок трассы Нарин-Марусинск. Дорога новая, которую только что ввели, она, конечно, супер. Я, конечно, хотел бы проехать побыстрее, но движение ограничено скоростью 90 км. Но покрытие позволяет ехать много быстрее. Ну, действительно, не заметает дорогу. Удивительно, что, несмотря на такие суровые погодные условия, она очень хорошо спроектирована и выполнена хорошо. Не заметает ее сугробами. Если вы обратили внимание, что даже есть переходы для оленей на этой дороге. Напомню, общая протяженность дороги Нарин-Марусинск более 200 км. Длина недостроенного участка на 2015 год составляла 80,5 км. На начало 2020 уже 50. Сейчас осталось положить 30 км. Увеличить темпы строительства удалось за счет поддержки федерального центра в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Представители Росавтодора также оценили ход работ. Я впечатлен масштабом, как говорится, работ и тем, как подрядная организация организовала само выполнение строительно-монтажных работ. Поэтому мы видим, что работа ведет с опережением графика. И со своей стороны мы хотим тоже, как говорится, со стороны Росавтодора поддержать данный проект для того, чтобы уже по территории НАО закончить уже в ближайший, как говорится, 22-й год и продолжить по территории Коми и связать, как говорится, трассу с Актывкаром. Полностью завершить строительство дороги на Рин-Марусинск планируют к декабрю 2022 года.